добрый день всем любителям пошаговых стратегий и стратегий в реальном времени в микрофонах you мы с вами продолжаем играть в the great war western фронт прошло у нас с вами получается три серии и так получилось что не успел я по своим личным объективным причинам пойти писать прохождение дальше и на самом деле хорошо что это произошло потому что во первых я успел почитать ваши комментарии к первым трем сериям которые были безусловно полезны во вторых у меня была возможность так скажем подглядеть чего у кого там происходит в других прохождениях это было достаточно познавательно интересно и так далее основное все что я взял из ваших комментариев и других видео это в основном связано именно с проведением непосредственно битв есть еще и стратегическая часть я тут посидел посмотрел на вот эту вот карту и пришел к некоторым выводам о которых я сейчас хочу с вами поделиться но наверное начнем с того что на начало компании неважно с какой стороны играете ли вы за союзников или вы играете за немцев тут получается у нас 15 провинции нас провинции со стороны нашей с нашей стороны 15 провинции со стороны немцев и получается получается что из-за того что карта гексовая получается так что некоторые 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 провинции либо находятся в глубоком тылу, либо являются такими выступами, которые, в принципе, достаточно неплохо атаковать с нескольких позиций, с нескольких сторон и тем самым их быстро захватывать. Плюс, опять же, обращаем главное внимание на количество звезд. Звезды это количество атак, которые может выдержать провинция. Если, допустим, Лан пропускает две атаки, то провинция полностью захватывается. Так вот, все провинции, сейчас мы говорим именно про наши, про силы союзников, все провинции можно разделить на три уровня. Первый уровень это самые опасные провинции с точки зрения нанесения ударов. Во-первых, это Верден, потому что у Вердена четыре провинции его окружают вражеские и четыре звезды он имеет. То есть, если на одном из ходов враг нанесет четыре удара и мы их пропускаем, Верден будет полностью захвачен. То есть, Верден это достаточно важная точка. Также есть провинция Ипор, которая окружена тремя вражескими провинциями и имеет три звезды. То есть, тоже за один ход, в принципе, можно Ипор срезать и захватить. И еще таким сложным местом является Люнывиль. Вот он, на востоке. То есть, его тоже окружают три провинции и он тоже имеет три звездочки. Такая вот история. Дальше. Это вот такие три самые напряженные точки в самом начале кампании. Верден, Ипор и Люнывиль. Далее идут средние провинции. То есть, это провинции, на которые можно напасть, получается, с двух сторон, с двух направлений. Во-первых, это Арас. То есть, на него можно с двух сторон напасть. И он имеет две звезды. То есть, это очень мало и это тоже можно очень быстро захватить. Потом у нас идет Шатион Сюр Марне. То есть, тоже с двух сторон, тоже две звезды он имеет. Потом у нас идет Сент Мену. Тоже с двух сторон, тоже две звезды. И Нанси. Нанси. Тоже две звезды, тоже с двух направлений. Здесь можно здесь атаковать. И, кстати говоря, мне вот кажется, что после предыдущего хода, когда мы свой собственный ход сдадим, немец как раз таки пойдет атаковать Нанси. Потому что вот у него тут девять корпусов. Тут девять корпусов он собрал. А у нас тут два корпуса. Ну, в текущий момент времени, естественно, нужно будет что-то с этим сделать. Но потому что это очевидное направление удара. То есть, Нанси можно выбить просто на раз-два. Вот. Далее. То есть, это раз-два-три-четыре. Четыре провинции, которые, ну, такие достаточно слабенькие, но они имеют два направления удара. Есть еще провинции Вилер-Бретония, Суасон и Шатот-Ери. Да, на них тоже можно с двух сторон напасть, с двух направлений, два раза за один ход. Но при этом они имеют больше трех звезд. То есть, Вилер-Бретония три звезды. То есть, за один ход это невозможно его захватить. Даже если две битвы подряд поиграть. Суасон здесь даже два хода потребует, даже больше. Потому что, если, допустим, за один ход они две звезды снимут, на следующий ход звезда появится. То есть, им нужно будет слово две звезды снять. Ну, то есть, да, тут Суасон как бы брать смысла нету, пока здесь, допустим, Компьен не захватят. Вот как-то так. Просто сил будет постоянно не хватать захватывать. Так. И все получается, да. Суасон, Шатот-Ери и Вилер-Бретония это те провинции среднего уровня, которые, в принципе, чувствуют себя неплохо. Хотя имеют на своем направлении два возможных направления удара. Ну и дальше. Дальше. Это легкие провинции. Это провинции, которые находятся в тылу непосредственно. То есть, их очень тяжело захватить. Да, практически невозможно. Потому что, как я и сказал, даже если противник там пошел в наступление, на следующий ход как бы звезда возвращается. То есть, это, во-первых, Асбрук. Видите, на него только через Лиль можно атаковать. Потом, получается, Компьень. Тоже. Еще обратите внимание на количество звезд. То есть, Компьень, Асбрук по три звезды. То есть, они могут держаться очень и очень долго. Барледюк. Тоже точно такая же история. Но тут единственная проблема то, что, да, тут в Меце, конечно, войск очень много собралось. То есть, тоже можно нанести удар. Но все равно как бы не сильно тут что-то получится. И Эпиналь. Эпиналь. Такая вот история. Да, кстати, вот в предыдущей серии, если бы у меня все-таки получилось Кальмар захватить, а у меня практически получилось один раз, второй раз сто процентов получилось, я бы тогда снял две звезды, и мы тогда бы здесь одержали бы победу. Ну, то есть, вот тыловые провинции, на самом деле, это те места, от которых можно неплохо атаковать. То есть, вот единственное, что Барделюк тут точно нет, потому что Мец имеет тут четыре звезды. Ну, то есть, тяжеловато будет с Вердена, с Нанси, с Барделюка постоянно атаковать. Самая простая провинция для ближайшей атаки, и я правильно, кстати говоря, ее в предыдущих сериях определил. Это действительно Кальмар. Его очень легко здесь захватить, просто у меня не очень получилось. То есть, потом что еще? Потом Нуайон тоже легко, в принципе, захватить. Тут три провинции, да, находятся вокруг. И Лиль. Лиль тоже достаточно легко захватить. То есть, вот направление наших ударов на ближайшее, получается, будущее. То есть, либо Лиль, либо Нуайон, либо Кальмар, который я до этого не захватил. Такая вот история. Мне вот интересно, интересно, может, вы мне подскажете, может, вы уже там захватили провинции, продвинулись дальше. Вот меняются ли эти звезды вообще по игре? Или вот они просто привязаны к каким-то конкретным регионам? То есть, Брюссель всегда будет вот такой вот, с пятью звездами, потому что это город, соответственно. То есть, здесь вот есть какие-то регионы по одной звезде. То есть, они там вообще простенькие. А у нас, кстати, есть такие регионы? Да, у нас тоже есть, но находятся они где-то глубоко в тылу. Обратите внимание, кстати, да, Шамон и Санс. А вот у противника, у противника, вот если мы рассматриваем именно северное направление, да, около Брюсселя одна звезда. То есть, это прям очень такое, ну, скажем так, сложное, наверное, место для немцев. Я считаю лично. Ладно, такая вот фигня. Теперь давайте определимся по количеству войск. Я предполагаю, что все-таки, если тут такой своеобразный геймплей, все строится от обороны, скорее, по большей части, нежели чем от атаки. Я думаю, что идеальный будет вариант распределения войск один к двум. То есть, допустим, если у вас здесь вот три корпуса в Лиле, то в Азбруке нету смысла держать четыре корпуса. Тут достаточно двух, а то и одного корпуса какого-нибудь элитного. Ну, потому что один к двум. То есть, ну, реально смысла держать здесь такую араву нету. Даже при будущем наступлении. Даже при будущем наступлении тут все равно Выпре дофигища войск. В Арасе дофигища войск. Ну, то есть, тут надо думать. Тут надо смотреть, тут надо решать. Ну, давайте думать от обороны. То есть, на самом деле, у нас очень фиговая ситуация вот здесь вот. В Нан-Си. То есть, тут две. Два пехотных корпуса, которые будут сопротивляться против потенциально девяти и еще девяти. То есть, и посмотрите. В Моранже я еще знаю, сколько у них тут снабжения. Снабжения у них дофигища. С учетом того, что в Нан-Си 360. 360 это чисто из-за количества войск. То есть, у них 1380 это из-за войск. А глобального у них тут цепочки снабжения, у них тут склада нету. То есть, им подвезти припасы неоткуда. Вот, это у меня тут настроены. Эти вот штуки. Так, здесь давайте с опенали начнем, короче говоря. Значит, здесь два пехотных против три. Нормально абсолютно. Так, нет, не, аккуратненько надо это все делать. Так, в Люнной Вилле у нас три. Вот сюда бы надо бы, наверное, корпус подвезти. Почему? Потому что тут тоже, да, с трех сторон. Три, четыре, пять и девять. Три, четыре, пять и девять. Четырнадцать, да, суммарно? Да. Ну да, четырнадцать. То есть, тут, блин, ну точно один корпус тоже сюда нужно будет перебросить. Давайте сейчас вот мы с Компьене перебросим французские корпуса. Потому что вот здесь вот, да, со сброка я смогу британцев перетащить. А вот здесь как раз, видите, три корпуса свободных. Давайте один Волновиль. Главное вот здесь вот не накосячить тоже при перемещении войск. Так. Здесь, в Нанси. Тут против восемнадцати, да, но сюда, да, сюда обязательно надо как минимум один. И, наверное, что-то еще нужно будет дотащить. Что-то еще наверняка нужно будет дотащить. Здесь вот три пехоты. Но даже если они пойдут в атаку, здесь всего лишь звездочку снимут. И ничего не произойдет, в принципе. Может тогда перебросить вот этот сюда еще дополнительно. Или из Компьеня. Не в Бардылюк, а вот именно в Нанси. Давайте попробуем так. Я думаю здесь, да, здесь ничего страшного не произойдет. Здесь может страшное произойти. В принципе. Вот здесь вот тоже, наверное, надо бы... Ну, блин, а потом как вот атаковать? Ну, здесь и атаки-то особо не получится, честно говоря. Надо же еще думать-то наперед, получается. То есть и от обороны, и от защиты. То есть если я сейчас очень сильно усилю Нанси, так это надо будет... А, ну да, если вот я Люны Виль, допустим, сейчас усилю. То это надо будет потом вот, допустим, вот сюда идти в атаку. На Моранж. Ну, как-то так. По-другому никак. Так, здесь два против пяти. Нормально. Да, вот видите, то есть их тут пять. Возможно, если они проатакуют, победят два раза, они меня выиграют. Но тут два к пяти. Вот тут вот три корпуса. Против трех. Три корпуса против трех. Так, ну давай... Один Верден, наверное. Один Верден. Так, что еще могу перебросить? Что еще? Ну вот здесь вот надо вот это вот перебрасывать, наверное. Ну, смысла нету его здесь одного держать. Да и тут вот этих тоже смысла нет держать, если я не собираюсь там как-то дальше нападать. Один Верден. Один Верден. В Люневиле или в Нанси? В Люневиле или в Нанси? Давайте в Нанси. Так, Шатион Сюрмарне. Тоже против пяти. Тут у меня еще авиаполк идет, но он пока что бесполезен. Противника вроде самолетов я не вижу. Я вот зря в самом начале в самолеты вложился. Сейчас логично, кстати говоря, будет тогда, коли я вложился в самолеты, прокачаться вот сюда. Чтобы хоть как-то их реализовывать. Потому что я их закупил так. Надо будет посмотреть. Может от них можно, условно говоря, избавиться как-то. Ну ладно. Так. Сколько у нас тут? Три. Тут пять. Давайте я вот элитный, наверное, корпус в Нанси переброшу. Так. И в Нанси тут получается у нас... Шесть. Шесть. Тут у нас четыре. Тут у нас два. Надо еще смотреть, вот куда атаковать. Вот, блин. Если я на самом деле пойду на Моранж, то меня тогда здесь будет окружать четыре провинции. А если кальмар продолжит атаковать, то тут будет три. Ну вот хороший вопрос, да? Что делать? Так, ладно, смотрим дальше. Значит, тут у нас шесть. Тут у нас три. Против девяти. А, я думаю, он тоже хорошо. Четыре-пять. Я думаю, сюда нужно еще шестой перебросить какой-нибудь корпус. Шатот-Ири против четырех. А, ну вот отсюда можно вот. Давайте. В Верден перебросим, потому что... Потому что Шатот-Ири, тут три звезды, они его не захватят. Даже при большом желании. Солосон тоже, по идее, как бы не захватят. Здесь тоже, как бы, есть французский пехотный корпус лишний. Не знаю пока. А, тут даже элитный есть. Пять. Ну, слушай, давай вот один пехотный я отсюда заберу. Куда-то мы его перебросим. Давай в Люновиле я переброшу его, наверное. Сейчас подумаем. Так, здесь у нас... Четыре-пять-шесть. Два. Один. Два. Или наоборот, два пехотных оставить. Нет, давай все-таки один элитный я... Хотя, если я планирую дальше атаковать, так надо ж и элитными тут немножко. Да, вот здесь в Луновиле элитных вообще нету. Вообще бы и пеналь еще лучше усилить. Чем-нибудь. Чем-нибудь. Элитная пехота. Четыре-пять. Четыре-пять. Хорошо. Так. Ну и здесь давайте тогда смотреть. Здесь получается четыре пехоты против девяти. Нормально мы это оставляем. Так. Вот Асбрук, да, я говорил то, что нужно... Вот этих двух, элитный британский корпус и пехотный, перевезти в компьень. Потому что вот они против троих... Да это даже много, наверное, все-таки. Против... Против три вражеских пехотных. Это, наверное, даже многовато. Но вот здесь вот у нас планируется нападение. Сейчас здесь снег. Я, наверное, на этом ход атаковать точно не буду. Ну, потому что модификаторы явно мне там... Службу не сыграют. А вот этот вот французский пехотный... Наверное, я тоже переведу там на южное направление. Сколько тут против меня? Семь. Плюс три. Десять. Два. Четыре. Шесть. Семь. Восемь. Да, то есть восьмой можно убрать. Останется семь. Это и так достаточно. Тут еще и самолет должен быть. Да, вот он стоит. То есть можно взять... И перевести тогда... Может, в эпиналь? Может быть, в эпиналь. Блин, не знаю. Надо вот... Нету... Нету хорошего, на самом деле, направления для удара. Ну, насколько я вижу. То есть любое место вот, которое вот... Ну, Айон я выбрал, да? Тут... Или Лиль. То есть его захватываешь, и потом тебя вокруг окружают три уже провинции врага. Вот в этом вся сложность. В этом вся сложность. То есть тут либо кальмар как бы дальше идти фигачить. На самом деле... Сиди и выбирай направление удара. Сиди и выбирай. Либо вот маранж уже идти захватывать. С другой стороны, если... Если выйти вот к этому краю карты... То фронт немножко сузится. Вот если вот этот угол срезать... Фронт сузится. И так будет лучше. Так что, наверное, все-таки кальмар... В этом плане выгоднее. Правда, мои три пехотных будут против вражеских трех пехотных. Такое чувство, что в этом смысла даже никакого не будет. Давайте, выпеналь. Хорошо. Ну и все тогда получается. То есть потенциально на следующий год мы, наверное, пойдем на Лиль. То есть у нас тут... Войска у нас тут есть. В достаточно больших объемах, количествах. Все остальные направления у меня, в принципе, прикрыты. Все здорово. Что еще? Какие у меня есть вопросы к самому себе? То есть по расположению его войск... По расположению собственных у меня как бы все хорошо. Все хорошо. Даже вот из бордолюка можно увезти войска. Элитный. Шесть. Пять. Три. Вот реально, может, из бар... 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 Барли-дюковый пеналь тоже отвезти. Пехоту просто-напросто. Мец я точно не буду брать. Но его нужно окружить, условно говоря, с четырех сторон. То есть прежде чем брать Мец, нужно захватить Моранж. Вот. А с этим, как вы понимаете, проблема. Да, давай, наверное, с бордолюка я уберу. Тоже в пеналь. Ну, потому что он здесь не пробьет. Он здесь не пробьет. Он на одном ходу может один раз ударить. А на следующий ход, как бы, звезда восстановится. И все будет хорошо. Все будет хорошо. Давайте еще посмотрим, где, я говорил, у нас легкие провинции. Азбрук. Ну, Азбрук тут британцы. Тут их переводить на восточный фланг вообще нету никакого смысла. Потому что у них тогда дизморалька пойдет. Компьень тут тоже, да, я британцев посадил. Ну и да, и все. Тыловые провинции-то закончились. То есть вот Барли-дюк и Пеналь. Это все мои провинции какие были. Ну, все, короче, ладно. Давайте на этом, наверное, ход сдавать. Что тут у нас за боли и страдания? Снести показатель воли нации противника на 20 в течение 5 ходов. Хоть бы таймер какой-то бы. А, таймер есть. Все, молчу. Он, наверное, будет просто снижаться. Окейушки. Так, нужно ли мне купить дополнительно 150 снабжения? Не знаю. Хороший вопрос. Снабжение 741. Ну, здесь не 360 должно быть снабжения теперь. Здесь должно быть больше. Просто как бы войска считаются, что они только перешли на эту позицию. И все. Ладно, не буду я ни деньги тратить. Давайте просто закончим ход и будем смотреть, что нам предложит немец. Ну да, как и предполагалось, это атака на маранж. Атака на маранж. Потому что, да, вот видите, он с двух ударов хочет это сделать. То есть он два раза будет атаковать. Получается. Значит, тут патовая ситуация. Можно либо автобоем. Снабжение корпусов 1100. Получение снабжения 400. И всего 1500 у меня доступно. Ну, давайте вступать в бой. Потому что... Ну, потому что надо еще попробовать поиграть самостоятельно на поле боя. Потому что вы мне там много чего понаписали. Надо попробовать это все применить. Считается, что это место впервые было заселено около 80-го года до нашей эры. И с тех пор оно повидало немало войн и не раз находилось под оккупацией. Давайте посмотрим. Кстати говоря, обратите внимание, никто мне об этом не писал, поэтому я вам об этом рассказываю. Все, что выделено пунктирной линией, вот эти вот области, это области на возвышенности. То есть мы сейчас будем в низине находиться побольше. А, или... А, наоборот. Наоборот, это я на возвышенности нахожусь. Это я на возвышенности нахожусь. Вон тут даже какие-то трупики валяются. Так, что у нас есть? Чего у нас нет? У меня есть несколько окопов на точке А. Штабная у меня, кстати, уведена в правый фланг. Есть точка Б. Тоже, кстати, с окопами. Есть точка С, которая как бы немножко в низине. Ее надо бы как-то... Защищать. У противника, кстати, точно так... У него зеркальная карта, между прочим. Но я так понимаю, что тут я в атаку вообще никак не пойду. Надо оставаться на своих позициях. Так, ну давайте, значит, с чего мы начнем. Не знаю, с чего мы начнем. Вот через поезд, кстати, они могут вот тут пробегать. Наверняка могут. Будет смешной, если нет. Так. И на самом деле... И на самом деле, вот все, что вы мне писали, там была такая хорошая идея по поводу того, что можно вперед выставлять, допустим, окопы, которые будут очень долго держать оборону. Давайте сначала я все буду застраивать стрелковыми окопами. Вот. Стрелковыми окопами. Раз, два. Три. Так. Смотрите, пулеметы, в принципе, можно выводить немножко подальше от основных позиций с помощью вот таких вот штук. Видите, он как бы немножко за окопом находится. Если арта будет стрелять, она как бы по окопу стрелять особо-то не будет. Еще нужно понимать, что когда ты свои окопы соединяешь вот этими вот линиями перемещения, противник может по ним сам перемещаться в случае захвата. То есть, допустим, какие-то линии надо вот оставлять просто... Ну, просто взять и оставить. И ничего не делать. Так. Так. Вот здесь бы тоже. То есть, вот пулеметы надо прям отводить от окопов. Не всегда понятно, как лучше сделать напередок, выставлять. Ну, сейчас, видите, сейчас, наверное, нужно все-таки как-то держать пулеметы чуть позади основных сил. Потому что... Потому что колючки нету. Колючки нету. Поэтому пулеметы, наверное, все-таки надо как-то позади держать. Маленечко. Так. Ну, вот, наверное, вот с этой линии надо начинать... Надо начинать делать этот... Соединенные, да, окопы. Блин, вот еще бы не перепутать те окопы, которые были мной построены и те, которые здесь уже были до меня. Потому что... Потому что они, по-моему, ну, не возвращают за них ничего. А еще надо, наверное, думать о том, что противник может по флангам нормально так начать, да, тебя прессовать. Ну, то есть, допустим, если я сейчас усилю здесь оборону А, очень серьезная у меня будет оборона, то, допустим, как вот... То, допустим, захватывают С, они просто с фланга вот так все пойдут и сметут нас. Просто-напросто. То есть, надо будет как-то эти моменты продумывать. Наперед, не наперед. Так, ну вот как вот здесь вот получше сделать? Ну, это все с опытом, конечно, придет. Пока что все равно не все понятно. Вот видите, вот тут вот нельзя, допустим, коп разместить так, как я это себе представляю и хочу. Так. А еще у меня, кстати, немножко странно то, что вот ходы сообщения стоят ровно столько, сколько стрелковые окопы. Блин, это, мне кажется, как-то, ну, нелогично, что ли. Говорил о том, что надо пулеметы держать чуть позади. сам тыкаю их вперед. Так. Надо вот, чтобы вот, не знаю, как-то, как-то все выстраивать линию окопов так, чтобы и противник потом не смог ими эффективно пользоваться. Ну, чтобы я потом не страдал, когда мне нужно будет перебросить. Ну, на самом деле, вот, последнюю линию обороны точно нужно полностью соединять. Потому что, как бы, ну, что уже делать? Тут уже ничего не поделаешь. Ничего не попишешь. Вот. А среднюю и линию, которая вот здесь находится, ее нужно, наверное, как-то держать немножко вот такой открытой позиции. Да, кстати, еще аэростат надо повесить, чтобы что вижен был какой-никакой маломальский. Где вот лучше это сделать? Надо, наверное, его повесить так, чтобы я тупо мог, ну, видеть просто наступление противника. Я навряд ли тут пойду в какую-то контратаку. сюда опасненько быстро срежут его у меня. Аэростат мой. Ну, вполне... Вот здесь вот, на самом деле, хорошее такое место, да? Да, неплохое. Неплохое. Кстати, смотрите, вот такая вот лесенка интересная, да? Вот так вот можно выстраивать. И вроде как нормально. Ально. И вроде как нормально. Треугольники, кстати, смотрите, можно делать. Кстати, да, реально, вот это прикольная тема, наверное. Такой вот треугольник сделал. И классненько. А здесь, кстати, вот не так нельзя делать. Так, что у нас по снабжению? Надо же за этим за всем следить еще, не забывать. И еще вот окопы друг к другу, наверное, зря вот так близко ставить. Потому что, да, вот сюда вот атаку начнут. И нормально меня так поклепают. То есть вот если уж... Надо тогда выступ было вот чуть побольше делать. Да, давайте сейчас попробуем перестроиться. Ага, ну тут почему-то нельзя. Ну и ладно, нельзя так нельзя. Зато треугольничек, который я хотел сделать, я сделал. Ой. А, все в порядке. Все в порядке, конечно. Но что-то вот тут вот... Ну, хотя не, нормально. Вот эти вот были построены окопы. Надо их не трогать. Так, пулемет. Пулемет. Пулемет, пулемет. Пулемет. Так. Так, 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 так. Что дальше? Нужно, наверное, пулеметы как-нибудь и здесь поразмещать. И окопы еще тут поразмещать. Нет, тут близко уже получается. А тут норм. Так, в штабную тоже, наверное, не надо так просто им давать доступ. Противнику. Все уж на то пошло. Так, выноска под пулемет. Еще один. Здесь-то у меня, по-моему, окопы очень близко. Вот это вот кто выстраивал? Это я выстраивал или нет? Что-то это надо отодвинуть. Это не отодвинуть, да? Не, ну, в принципе. В принципе, да, отодвинул. Соединять. Нет, надо вот узлы обороны еще стараться не соединять. То есть, А должно быть отдельно от Б и отдельно от С. Потому что, в принципе, войска тут с боков могут выбегать. Им-то ничего не будет. Им-то ничего не будет вообще абсолютно. Так, ну вот... Здесь вот тоже, да, вот видите, даже если он вот эти вот первые возьмет, то ему до этих нужно будет бежать. Смотрите, кстати, вот этот пулемет у меня остался. А, вот сейчас вот он удалился. То есть, можно вот так вот... Вообще, просто пулеметы, я так понимаю, вот так оставить. Интересно. Это, конечно, интересно, но... Такое себе. Так, нет, наверное... Так, вот подальше мы пулемет тут поставим. Так, это близко с окопом, да? Давайте сюда. Так. Что еще? Какая долгая подготовка, когда ты сидишь реально думаешь. Что куда разместишь? Что куда поставишь? Так. Здесь вот такая пустота получается. Ну, в смысле, не пустота, а пулемет близко. Находится. Так. Так, еще бы арту. На арту бы еще что-нибудь осталось бы. Было бы здорово. Так. 325. Надо еще людей рассадить. Давайте, наверное, это сделаем. Давайте, наверное, элитная пехота будет сидеть вместе с не самой элитной. На передке, так сказать. Все, закончилась пехота. Элитная. Ну, если их будут выносить потихоньку, то, в принципе, я же смогу потом добирать пехоту, садить ее снова в окопы. Так. Вот эта позиция тут очень близко стоит. Нужна ли мне арта? А, ну так арту еще и уже не поставишь. То есть чисто на стрелках. Арту уже не поставишь. То есть если я сейчас ее и не выставлю против противника, то ее и не будет. Слушай, а надо ли мне вот столько много элитной пехоты именно? Но логика, наверное, такая должна быть, что вот если они сидят на передке, то они дольше проживут. Да, потому что они, по-моему, занимают... Да, шесть. А, нет, это вообще ни на что не влияет. Это не влияет на количество. Я просто думаю, что все-таки мне нужна будет арта. Может, я куда-нибудь... Опять же вопрос, куда ее теперь пихнуть? В принципе, вот. Да, вот, наверное, норм. Позиция для арты. То есть я и С, и этот. Я обстреливаю нормально. Блин, тут очень близко получается. А еще, конечно, проблема всего этого планирования заключается в том, что противник-то хорошо... Ну, компьютер-то хорошо будет знать, где у тебя слабые места. Он же компьютер все-таки это высчитать может. Так-то на секундочку. Для него-то в этом плане нет никаких сложностей. Так, ну давай, во-первых, пехотой, наверное, добьем остатки. Так, еще два отряда, да? Где-то надо рассудить. Мне кажется, вот справа у меня тут... Так, плюс-минус норм. Вот слева что-то маловато. Куда бы еще пулемет воткнуть? Может быть, вот так вот лучше сделать. Эти не соединятся вместе. И можно соединить, конечно. Тоже близко получается. Нужно вот такие зигзаги, кстати, делать. Сколько у меня пулеметов? Раз, два, три, четыре, пять. Есть ощущение, что здесь вот не хватает. Ну и вот, как бы, все либо закончилось у нас. Вот эти, кстати, блин, вот эти, по-моему, были построены. Я их удалять начал. Ну не знаю, вроде бы норм. Вроде бы норм. Самое главное B и A сдержать. Дальше как бы повезет, не повезет. Ну погнали, что. Будем смотреть. Давайте. Давайте еще раз посчитаем. Сколько вот точку С защищает пулеметов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Точку B. Раз, два. Ну это я тут второй раз считаю. Раз, два, три. Ну это уже в точку А тут пошло. Блин, вот такое чувство, что вот где-то вот здесь не хватает пулеметика. Буквально одного. Буквально одного не хватает. Не знаю. Ну я насобирать не смогу, наверное. На... Ну то есть убрать какие-то лишние окопы. То есть мне нужно до тридцати. Это ж... Это же получается 15 окопов нужно будет убрать на один пулемет. Либо тогда арту убирать. Либо просто пулемет откуда-то переносить. А что если нам вот этот пулемет убрать? Вот этот надо, наверное, немножко сдвинуть тогда. А вот этот пулемет вот сюда. Блин, нет. Тут пулемет хорошо стоял. А, так я ж не собирался его сдвигать. Его надо наоборот добавить. Нужно добавить. А может его вообще вот сюда куда-нибудь... Да нет, здесь. Или вот сюда. Раз, два. Тут просто, мне кажется, слабенькое количество пулеметов. Во-первых, вот этот, наверное, нужно все-таки перебросить. Поближе вперед. Потому что тут... Аэростат. Так, ну и вот один еще осталось воткнуть. Только вот куда? Где самая слабая позиция? Так, с первого взгляда не скажешь. Об этом можно будет говорить уже только когда бой начнется. Ну вот тут вот, допустим, вот вторая линия обороны. Вообще ж никакая. Тут еще пушки мои встали. Ну вот так вот. Не знаю. Блин, я уже почти час прошел. С моими рассуждениями и с началом всей этой штуки. Единственное, конечно, да, самим потом будет перебираться тяжело в соседние окопы. Но и противник тут, конечно, замается через окопы бегать. Ладно, поехали. Фух. У нас есть опытные женщины, врачи, медсестры, санитарки. Мы отправляем их туда, где они нужны. Такая необходимость есть, и она слишком ужасна, чтобы спорить о том, кто должен заниматься этой работой. Это элси, мод, инглис, шотландский хирург и суфражистка. Спасибо, что не хирургиня. Слушай, но я надеюсь, что... Я могу надеяться только на то, что сейчас окупятся все мои старания. Что такое дерево только что упало. Так, поднимаем аэростат. Посмотреть, что он там делает. Так. Арту, конечно, он в наглую выставил вот так впереди. Но я думаю, что если я к нему туда вперед пойду, он мне сам люлей выпишет. И к нему можно туда даже не пытаться ходить. Кстати, не сильно, так и я много вижу его территорий. Да, у него перевес, конечно, по силе дичайший просто. Посмотрите, моё количество сил и его. Так. Так, вон я вижу, что-то бегает. Правый фланг атаковать будешь. О, нифига себе. Кстати говоря. Тоже писали мне об этом. Во-первых, нифига себе, какое большое теперь пятно атаки арты. Такое чувство, что они... Был какой-то патч, они его увеличили. И я только сейчас заметил, опять же, по вашим комментариям, что да, вот эти значки означают подавление. То есть, как бы, пока такой значок есть, пехота вообще не будет никак стрелять. Никак себя проявлять. Стреляем по новобранцам, чтобы они немножко там это... Что-то там немножко повеселее было. Пусть не расслабляются. Ого, смотрите, да, правый фланг, короче, пойдёт атаковать. Да-да-да, правый фланг. Он, кстати говоря, костерок какой-то горит. Я просто думаю, может мне тогда как-нибудь перекинуть войска. А то что-то как-то этот... У меня просто тут... Вторая линия обороны. У меня тут страдает, скажем так. А вон они уже бегут. Они сами вон меня подавляют. Тиры барраге, динонезь эту позицию. Тиры барраге, динонезь эту позицию. Так, там нас немножко обстреливают, да? Редактор субтитров А. Так, ну и... С этого же направления пойдешь? Да, с этого же пойдет. Ну и обратно зашел в свои же окопы. Субтитры делал DimaTorzok Препarez-vous à recevoir les ordres de tir. Препarez-vous à tirer. Субтитры делал DimaTorzok Меттры делал DimaTorzok Меттры делал DimaTorzok Субтитры 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 делал DimaTorzok Немножко меняемся, чтобы свежие силы впереди были. ну пока неплохо но тяжело нам если бы конечно не будут не подготовился себя вы бы мне не подсказали то конечно мне мне было бы очень тяжело здесь бегут мобилизованные поэтому я по нему тут так вношу удары чтобы они быстрее отвалились я не могу я не мог и и и и и и и Препarez-vous, солдат. Лaissez-les refroidir. Фaites refroidir les armes. Rechargez pour le tir de navar. Препarez-vous à recevoir les armes de tir. Feu ! А couverte ! C'est perdu. On arrive après la bataille. On a débloqué les armes. On a probablement qu'ils restent de la réserve. Rechargez l'armée. Retrête ! Rechargez l'armée. Reconnez les positions. Reconnez les positions. Reconnez les positions. Reconnez les barrages. Reconnez les positions. Preparat-vous à tirer. Attention ! Reconnez les positions. Reconnez les obus les forces. Reconnez les obus. Кстати, патовая ситуация по-прежнему До этого это была как бы моя победа Что он там? Левый фланг Левый фланг Теперь будет левый пробовать Угу 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 Ну тут у меня пулеметы сохранились Не знаю, помогут ли У нас почти не осталось припасов Угу Угу Препarez-vous sur la ligne Да, видите, пулемёт тоже замолкает. У меня тут много пулемётов. 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 У меня здесь много пулемётов. Все, у меня арты нет. Субтитры сделал DimaTorzok Да, снабжение кончилось. Но и они уже как-то так. Так, снова идут, идут с той стороны. Есть кого-нибудь перебросить там? На самом деле можно. Да и этот тоже можно, наверное, отряд. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, они C, наверное, сейчас попробуют, конечно, захватить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzок 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 сэпер ду мэте ву оппозицию а консион и пара и бусина линия на дону вазом черная линия так а все противник прекратил огонь я блин сижу думаю что происходит так а он успел захватить то или нет точку вроде нет блин это было конечно вообще выматывающе просто да патовая ситуация патовая то есть он не смог он еще ничего не захватил да да он не захватил ни одной точки даже вот на c он пришел в итоге но не успел это сделать видите он дизморальку получил больше да он по очкам как бы он меня выиграл но на чуть-чуть ему восстановить свои потери 2500 нужно у меня всего лишь 1000 не потери у него дофигища у меня 17000 потерь 17 даже больше тут 10 тут 11 200 примерно 18 18700 18000 потерь у меня всего лишь 45 я 6 с половиной то есть в три раза в три раза ему просто нанес урона это конечно жесть так а чем получил тут вручается за победу над противника наперекор всему а ничего что как бы ты не победил или типа это считается по количеством очков ну видимо да мне добавили немножко снабжения ну жесть конечно да это прям ничего не скажешь ничего не скажешь да компьютер очень умный ну то есть мне говорили писали в комментариях типа вот и тут какой-то тупенький нифига подобно он он грамотно подавляет пулеметы Он грамотно их подавляет Он умно действует достаточно И атакует прикольно Причем он, кстати, да, переключился на другой фланг И это тоже было довольно-таки умно Потому что Я все силы сосредоточил на правом фланге А он потом в левый пошел У меня уже закончились припасы Мне приходилось с правого фланга Войска перебрасывать в другую сторону Но я удержал, я удержал Я доволен очень Я очень доволен Да Вот с одной стороны и тоже есть логика в том Чтобы пехоту Которая немножко пострадала Отводить Но при этом Я не смогу ее вести в бой Да, но у него потерь, конечно, просто жесть Просто жесть у него потерь Ну все, хорошо, закрываем Это, конечно, мы выдержали этот немецкий зеркраш Я бы даже сказал, очень хорошо выдержали Все, посмотрим, будет ли он второй раз атаковать Да, патовая ситуация Да, вот видите Стоимость восполнить все мои потери стоила 1000 У меня даже в минус немножко ушло Глобальное снабжение меня снизило Но мне сотку добавили Будет атаковать с Меца Да Он будет атаковать с Меца Еще раз повторно То есть нужно будет повторить Ага, у меня сейчас войска усталые Вот это будет хуже намного Это будет намного хуже Потому что войска у меня начнут бежать Драпать только так Ну ладно, это уже будет в следующей серии На сегодня я с вами прощаюсь Большое спасибо, что посмотрели Не забывайте оценивать, комментировать видео Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали Или оказались здесь в первый раз Жмите на колокол, чтобы не пропускать выход следующих серий Ссылку на плейлист с прохождением The Great War Western Front Вы найдете в описании под видео А у микрофона был Хью До новых встреч, увидимся и пока-пока